Правительство, которое неспособно принимать решения, которое разрушили все, что создал Саакашвили, и заново коррумпированная полиция, где все продается, говорят грузины сами и так далее. Это, конечно, грандиозная проблема. Я представляю, как они рвут волосы, вот те, кто в Грузии патриотичны сейчас, особенно в спецслужбах, в правительстве. Как ее решать, это большая проблема. Так вот, мы будем проецировать туда силу. Мы должны будем спасать Грузин. Спасать Молдову, спасать Армению и так далее. Всех спасать. Это хорошая история, потому что миллионы у наших пацанов, которые отвоевали, и девчонки, всегда найдется работа в ближайшее время на постсоветском пространстве. Буквально. Реально мы крупнейший донор безопасности, правильно, сейчас? Да. В Восточной Европе так точно. Мы разгромили российскую армию, на секундочку, нифига себе. И так далее, решили вопрос. Мы крупнейший донор безопасности в бывшем построссийском пространстве. Вот уже все в Восточной Европе, да, и этот статус можно развивать. Его надо подкреплять экономически, безусловно. Но мы культурно претендуем, как моральный авторитет. У нас есть моральный авторитет сейчас во всем мире. Очень серьезный государство, которое изменило ход мировой истории. Государство, которое не дрогнуло, и народ, который не дрогнул. Ну и чисто физически наша армия сейчас одна из самых боеспособных армий мира вообще. А это, как вы понимаете, мир в такой фазе, особенно если Россия начнет распадаться, что это будет постоянно востребованный ресурс. Ну вот и все. Даже сам наличие потенциала такого, как мы можем, там миллион резервистов поставить за месяц в строй, например, и снова развернуть крупнейшую группировку, уже западным оружием вооруженным. Ну, представьте, нам передадут 150-200 натовских самолетов. Например, через годик у нас будут ударных. Так я вам скажу, что это... А еще мы будем членом НАТО во время этого. То есть мы будем, как это, нас будет делегировать НАТО, выполнять в хорошем смысле, с нашего согласия, выполнять много разных интересных дел во всех местах земного шара. А это всегда влияние. Всегда. Если пришел солдат туда, миротворцем, стабилизационным, гуманитарная миссия, пришла сразу, я же повторюсь, пришли спецслужбы, пришла дипломатия, пришел бизнес. Мы будем одним из ключевых, если не золотым шарниром всего этого нового миропорядка. Продолжение следует...